Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленской АЭС-студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Важно же понимать, что никаких выбросов в окружающую среду в момент работы атомной станции не происходит. Студенты Белорусского национального технического университета на Смоленской АЭС. Они готовы платить достаточно высокую заработную плату и на набор рабочих профессий. Итоги четвертого регионального чемпионата – молодые профессионалы. У нас за два года открыто 54 объекта общественного питания. В Десногорске открыли обновленную столовую-сервис. Этот вид спорта имеет очень хорошую развитую идеологию, кредо, которая создается в человеке. То есть не только тренируется тело, но и тренируется также дух. Новый вид спорта в Десногорске. Концерт в честь Дня защитника Отечества. На Смоленской АЭС в работе первой-второй энергоблоки общая мощность составляет 2017 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. На энергоблоке номер 3 продолжается проведение планового среднего ремонта с модернизацией оборудования с целью продления срока эксплуатации. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 25 дней февраля составила более 1,1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 41 миллион. С начала года Смоленская станция выработала более 2,5 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС завершилась преддипломная практика студентов выпускного курса Белорусского национального технического университета. Две недели будущие атомщики знакомились с особенностями эксплуатации атомных энергоблоков. Для студентов БНТУ, которым в ближайшем будущем предстоит эксплуатировать первую Белоруссию АЭС, практика – отличная возможность своими глазами увидеть, как работает высокотехнологичное оборудование и даже попробовать себя в роли операторов на полномасштабном тренажере блочного щита управления. Под руководством опытных инструкторов учебно-тренировочного подразделения осваивали специфику производства электроэнергии атомным путем, изучали технические характеристики оборудования цехов, принципиальную тепловую схему станции и многое другое. Настоящим событием стала для них экскурсия на главный корпус. Лично убедились в высоком уровне безопасности Смоленской АЭС и профессионализме персонала. Я считаю ее очень перспективным видом, потому что важно же понимать, что никаких выбросов в окружающую среду в момент работы атомной станции не происходит. Все, что там вырабатывается, остается там. То есть развивать нужно именно замкнутые циклы, я считаю, замкнутые топливные циклы. И это позволит сделать абсолютно безопасную и дешевую, можно сказать, энергию относительно других. И без вреда для окружающей среды. А над безопасностью самих станций я же вижу, как постоянно ведутся работы и как они постоянно совершенствуются. Так что я считаю ее одной из самых перспективных на данный момент. Знания, необходимые для успешной защиты диплома, приобрел и Павел Гиль. С будущей профессией молодой человек определился еще в школе, когда увлекся ядерной физикой. А чуть позже из СМИ узнал о строительстве на родине первой атомной станции. Это стало для него дополнительным стимулом хорошо учиться. Преподаватели, инструктора говорили, что проводилось обновление оборудования, менялось все. Вот, как бы уже человек меньше, конечно, влияет, да, в этих процессах. Но все равно он присутствует, следит за всем. Это уже четвертая на Смоленской станции группа студентов-ядерщиков из Беларуси. С 19 по 22 февраля Десногорский энергетический колледж стал площадкой проведения четвертого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills» категории юниоры. Более 20 школьников и студентов Десногорска соревновали за звание лучших в профессии в номинациях «Электромонтаж» и «Химический анализ». Все профессии нужны, все профессии важны, но современные тренды явно демонстрируют. Рабочих рук катастрофически не хватает. Рынок труда продолжает меняться и требует умения приспосабливаться. Гуманитарные профессии, лидеры кадрового рынка на протяжении многих лет постепенно уступают место другим специальностям. Рост экономики и промышленности регионной страны зависит от гармоничного кадрового состава населения. Рабочие профессии, учителя, преподаватели и медработники. Специалистов этих профессий работодатель ждет в первую очередь. В условиях дефицита кадров меняется и система вознаграждения за труд. Очень многие работодатели, производственники говорят о том, что недостаток квалифицированных рабочих кадров приводит к упадку производства, и они готовы платить достаточно высокую заработную плату именно по рабочим профессиям. При этом представители власти города четко понимают свою роль и миссию помощи молодым специалистам. Отмечена необходимость дальнейшей организации профессиональной ориентации и профессионального обучения молодежи. Это понимают и на Смоленской атомной электростанции. Благодаря сотрудничеству Смоленской АЭС и Десногорского энергетического колледжа создается ряд мер в помощь молодым специалистам. Организованы проекты наставничества, практики и трудоустройства выпускников колледжа. Сейчас за два месяца, вот за январь-февраль, уже трудоустроено трое ребят тоже с образованием Десногорский энергетический колледж. То есть ребят стали трудоустраивать, они успешны, они чувствуют себя, они необходимы. Будущее промышленности региона в целом и Десногорска в частности зависит от стратегических шагов, которые делаются уже сегодня. В Десногорске после капитального ремонта открыла свои двери столовая номер 2. Благодаря реконструкции, проведенной Смоленская АЭС-сервис, старое советское здание превратилось в современное кафе. Сегодня этот объект можно назвать очередной зоной комфорта и уюта для жителей и гостей города. Об этом на торжественном открытии столовой сервис, которая состоялась 19 февраля, говорили директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, глава Десногорска Андрей Шубин, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, представители руководства главной организации САЭС-сервис «Атомэнергоинвест». Когда открываются вот такие объекты, вот, и нравится динамика. Не то, что нравится, а как бы вот, ну, понимаешь, что вот наша структура, то есть, что Смоленская АЭС-сервис, Смоленская АЭС-сервис, у нее правильное направление, правильная динамика, они настроены, и вся их работа направлена на благо людей. Учитывая, что капитальный ремонт не проводился в помещении 35 лет, с самого основания столовой, Смоленены пожарные охранные сигнализации, налажена новая система вентиляции и кондиционирования. С новыми пластиковыми окнами и светлыми стенами стало просторно и уютно. Установлена современная комфортная мебель. Радует глаз дизайн обеденного зала. Модернизация коснулась также всех цехов приготовления пищи, которые оборудованы по последнему слову техники. Облагорожена прилегающая территория, обустроена стоянка для автомобилей, посажены кедры, заасфальтированы пешеходные дорожки. Весь коллектив «Смоленская сервис» трудился, вкладывая рук, приложили все усилия для того, чтобы действительно этот объект стал украшением города, прежде всего, чтобы все приходящие сюда получали качественное питание и немножко отдыха, который отведен небольшое время человеку не только покушал, но и отдохнул и лучше работал на производстве. Это еще один объект, который входит в программу развития городов в присутствии атомных станций, потому что у нас за два года открыто 54 объекта общественного питания и торговли. И очень радостно, что у нас строятся объекты именно такого формата для жителей, для работников и для отдыха. Работники столовой номер 2 «Сервис» рады жителям и гостям города. С 11 до 14.30 в рабочие дни кормят вкусными обедами. После 15-ти обслуживают по заказам. В планах проведение в столовой мероприятий в вечернее время. Новый вид спорта киокушинкай-карате начали развивать в Десногорске. Инициатива популяризации этого восточного единоборства в нашем этом граде принадлежит руководству Смоленск АЭС и профсоюзу атомной станции. 21 февраля в Десногорске спортсмены Федерации киокушинкай-карате Центрального федерального округа провели зрелищную презентацию этого вида спорта. Для занятий киокушинкай-карате создана специальная секция, которая будет работать на базе реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленск АЭС. В нее приглашаются дети начальных классов школы Десногорска. Как отметил инструктор секции, победитель и призер межрегиональных турниров и первенства ЦФО по киокушинкай Данила Степанюк, в ходе занятий юные каратисты будут тренировать не только тело, но и дух. «Хочу научить здоровому образу жизни, чтобы было правильное восприятие в этом мире, потому что этот вид спорта имеет очень хорошую развитую идеологию, кредо, которое создается в человеке. То есть не только тренируется тело, но тренируется также дух. Это именно связано с будущими занятиями, с будущим воспитанием нашего поколения, нашего будущего». В рамках тренировок ребятам будут прививать уважение к старшим, обучать соблюдению правил этикета, стремлению к самодисциплине. «Вам как в надежные руки в Отцовске передаем нашего воспитанника, одного из лучших парней, который в свое время на уровнях первенства ЦФО и межрегиональных турниров показывал неплохие результаты. Сейчас это студент, все будущее у него впереди. И мы надеемся, что в его лице мы здесь увидим новый потенциал лесноворских мальчишек и девчонок, которые придут в эту секцию и будут заниматься и совершенствоваться в плане силы, духа и воли». В городе Спутникино-Воронежской АЭС этот вид спорта получил развитие с конца 1980 года. Основная масса работников атомной станции прошли нашу школу. Не все стали профессиональными спортсменами, но благодаря идеологии кёкушинкай карате все они стали ответственными людьми, которые на хорошем счету у руководства АЭС. Записаться в секцию кёкушинкай карате можно в кабинете номер 18 Реабилитационно-оздоровительного и досугового центра с 25 февраля с 17 до 20.00 или по телефону 8 951 859 05 43. 21 февраля в «Нитрино» состоялся праздничный концерт творческих коллективов профсоюзной организации «Смоленск АЭС». Переполненный зал еще до начала концерта дал понять – предстоит нечто грандиозное. Хорошее настроение собравшихся выдавали не только искренние улыбки, но и нескрываемое нетерпение перед выступлением. В зале буквально не было свободных мест. Первые минуты концерта – и вот машина времени заработала. «Вея поющие сердца» – легендарная группа и голос своего поколения. Ансамбль был образован в 1971 году, а уже в 1974-м стал лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады. Композиции ансамбля можно слышать в художественных фильмах «Следствие веду знатоки», «Мы – Архимеды», «Это веселая планета» и других советских картинок. А слова из песен «17 лет» – «Эти глаза напротив», «Кто тебе сказал» – известны не только старшему поколению поклонников группы, но и молодежи. За время концерта поющие сердца смогли вернуть присутствующих в другое время. Время первой любви, первых танцев, время счастья, легкости и надежд. Шлягеры тех лет задели струны души каждого зрителя. Специально для поклонников из Десногорска музыканты продлили свое выступление. А как иначе, зрители стоя подпевали артистам. После концерта дисногорцы занимали места в очереди на автограф-сессию. Желающих было слишком много. Зал был просто сумасшедший, группа тоже очень понравилась. Зарядом энергии и водоросли не на один год. Просто праздник души сегодня случился настоящий. Так что виват поющие сердца. Теплая встреча музыкантов со зрителями не оставила артистов равнодушными. Очень приятно, что в конце все встали. Это для нас просто бальзам, она продлевает нам жизнь. И мы постараемся к вам еще приезжать не единожды, потому что получился контакт. Контакт, который нам очень дорог. Любой праздник подходит к концу. Но далеко не каждое событие оставляет столько приятных эмоций всем участникам. Дорогие друзья, вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца» поздравляют вас с Днем Защитника Отечества! Ура! Уважаемые десногорцы и гости города! 2 марта в 13.00 санаторий-профилакторий «Лесная поляна» приглашает всех желающих на масленичные гуляния. 2 марта в 18.00 и 3 марта в 11.00 в физкультурно-оздоровительном комплекте «Десна» состоится баскетбольная встреча между командой «Динамо-Росэнергоатом САЭС» и баскетбольным клубом «Брянск». А на этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск САЭС» с важными событиями из жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленск САЭС» в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова